Законопроект об отмене пенсионной реформы разработан мною и депутатом Екатериной Ингалычевой. Вызван он был тем, что в 2018 году правительство России, возглавляемое лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, а также депутатом «Единой России» Государственной Думы Российской Федерации, вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным приняли так называемую пенсионную реформу. У людей просто отняли 5 лет пенсии. Половина страны живет менее чем на 15 тысяч рублей в месяц. Это не то, на что могут путешествовать сегодня пенсионеры, как говорил медведевский министр Силуанов. Нет, это просто способ выжить. 83% людей негативно относятся к пенсионной реформе. Поэтому давайте пойдем на поводу у 80% согласно соцопросам населения и, наконец, отменим эту проклятую пенсионную реформу. Приняли этот закон и дали всем по 5 лет без суда и следствия. Если мы сравним пенсионную систему с Угандой, то да, наверное, она неплохая. Если с Конго, ну, наверное, тоже ничего. То, что был поднят пенсионный возраст, это редкостное вредительство и демарш против собственного народа. Если в ходе принятия поправок о Конституции Эл Панфилова сказала, что поправки уже приняты, но президент принял решение все-таки спросить граждан, то в ходе дискуссии о пенсионной реформе президент почему-то граждан не спрашивал. У нас расслоение, так сказать, когда всем подняли пенсионный возраст 65-60 лет, а, например, военнослужащие, полицейские, разгвардейцы, у них по-прежнему выслуга 20 лет. То есть человеку, может быть, еще не быть 40 лет, он уже пенсионер с хорошей пенсией, потому что именно на этом и держится, в общем-то, сейчас нынешняя власть. Мы понимаем, что государство нас ограбило. То есть фактически ты всю жизнь будешь работать, а пенсии получать не будешь вообще. Многие люди до пенсии просто не доживают. Сделай подарок пенсионному фонду, не доживи до пенсии. Депутаты от «Единой России» могут возразить. Ну, как так? У нас-то ведь доходы увеличиваются. У нас, в смысле, у них 400-500 тысяч рублей в месяц? А у кого-то, не будем показывать пальца, у председательствующего, 162 миллиона рублей в месяц. Повышение пенсионного возраста при катастрофическом снижении уровня жизни – это геноцид старшего поколения. Это была ошибка партии власти, ошибка, обрушившая рейтинг «Единой России» и президента Путина. Деньги в стране есть. Их много. В бюджете страны остается у мужчин 4 миллиона 800 тысяч неполученной пенсии, у женщин 600 тысяч рублей. Остается в бюджете. Каждый раз, когда у нас говорят, что у нас недостаточно денег в бюджете на социальные нужды, нужно сразу задавать вопрос, а кто их украл? Поэтому я считаю, что экономить надо не на том, чтобы отбирать у людей деньги, а на том, чтобы убирать воров, которые это все разворовывают. А давайте посмотрим, какие дворцы у пенсионного фонда. В любой регион приедешь, смотришь, самое роскошное здание в большинстве случаев здания пенсионного фонда. Содержание 122 тысяч работающих в них человек в ПФР оплачивается в том числе из пенсионных накоплений граждан. Дефицит бюджета пенсионного фонда из года в год исчисляется сотнями миллиардов рублей. При планировании бюджета на 2020 год объем дефицита учитывался в размере 118 миллиардов рублей. Сотни миллиардов рублей. Нужно всего лишь не давать воровать. И тогда всей стране, всем пенсионерам денег хватит вдоволь. Законопроект внесен всеми депутатами фракции КПРФ. В настоящий момент нет ни единого юридически значимого обстоятельства, и тем более нет ни единого морально-нравственного обстоятельства, по которому какой-либо депутат мог бы не проголосовать за этот законопроект. Пенсионную реформу партии власти народ не простил. Каждый, кто уклонится от голосования по данному законопроекту, кто воздержится или проголосует против, имя этого человека будет вывешено на стену позора. И мы каждому вашему избирателю будем сообщать, что вы проголосовали против того, чтобы этим избирателям выплачивались пенсии. Прошу всех поддержать этот законопроект. Это, правда, очень нужный и важный проект, который касается и который беспокоит огромное количество людей в нашей стране. Я призываю вас быть людьми. Внимание, идет голосование. За 19 против 20 воздержались ноль. С учетом поступивших заявлений депутатов, за 19 против 24 воздержавшихся нет. Решение не принимается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова